впечатлений на полгода вперед всем привет это висла влог о танцевальной жизни и эта серия будет посвящена нашему путешествию в исландии взяли машину просто катались куда глаза глядят посмотрели все самые известные точки которые нужно увидеть изучали разные я тут слышал ты блог снимаешь да ну отвлекись немного споты меня вот на фоне ну давай давай спасибо я тут вообще не просто ну ладно сейчас и ездили смотрели гейзеры вулканы лагуны вообще все что можно насыщенный 4 дня так что смотрите и лайкайте погнали ты куда летишь куда она и тонак таки но у меня кино у меня на и а я на че у меня этот воздух он другой воздух сбывшиеся мечты а с чем он сравним равним например с поцелуем любящей женщине интересно самое высокое здание исландии такое романтичное выражение лица не если вы слышите вообще даже не утруждайте слышите музыку это джаев штутгарт джаев ребята все кто смотрит блог танцоры моего поколения должны сразу ассоциации возникать на все кроме пятерых кого он перечислил всем просто наслаждайтесь исландии и не сделает красивые фоточки сходите мой инстаграм подписывайтесь это тоже креативный человек хоть он и доктор но доля артистизма в нем присутствует мы подъезжаем голубой лагуне который ну вот даже gps уже говорит что в общем да вот дымит у все нам водичку подготавливают разогревают час наши попцы залезут в воды мы будем разогреваться здесь при температуре 40 градусов будем размакивать здесь как пельмешки везде вулканические породы разные единицы как вулкановый блок расскажи блока расскажи что вокруг камень чернее тот серый на нем мог еще это означает что у меня растет мог и он черный в общем ребят став логером я подписался уже делиться с вами так сказать со важными событиями своей жизни и вообще моментами интересными так вот мы первый раз наступаем голубую лагуну вот я с ним общаюсь я здесь поняли что ты творишь честь из этих которые как метера что чё там мажешь себе что-то постоянно вот посмотри на меня это не делаю очень ребят что я могу сказать отдых на полную катушку реабилитация как моральная ментальная так и физическая голубая лагуна голубая луна голубая луна голубая луна голубая луна я не знаю просто вот слайк тут с открытым ртом и и глазами сидит а я просто так порассуждал что нас впечатляют кучу коричневых камней но мы привыкли к современным постройкам высотным да и нас это уже не удивляет то есть мы привыкли жить в этой суши это все что мы можем сказать сразу воняет воняет если вы покатаетесь со слайком да кто-то не сравнится вот с тем как здесь пахнет фу воняет воняет ощущение что ты не находишься на планете земля короче нужно три яйца тухлый самый тухлый сыр и нас кислайка и вот примерно а и яйца обязательно тухлые тоже должны быть ё-о-о-о вот так вот все прелести жизни ему а я тут стою мерзну брум-брум модафака чё творит блин ах гволочь брум-брум тухлый брум-брум если у меня собьет я больной ублюдок я как это в медицине немножко смысл покоритель исландских гор друзья это восхитительное чувство оказаться посреди гор ледников снегов и и понимать что вокруг вообще ничего нет то есть если у тебя сейчас машина вон если машина сейчас не дай бог сломается ты остановишься где-то ну это очень сложно будет найти что-то вокруг искать помощь и так далее но это на самом деле классно вдали от цивилизации отдохнуть побыть наедине с собой почувствовать природу мой штурман пошел разбираться так эта вся область выглядит прикольно решил куда я не да не знал время про я не знаю куда ехать я не местный в общем рискуем чтобы снять красиво короче здесь написано private property но мы-то с денщиком cherry brothers плохие ребятки так что будем нарушать ради красивых кадров короче мы опять рискуем так как а как увидели вулкан и вот тут нашли съезд и сейчас посмотрим у нас машина легковая конечно здесь дороги но будем смотреть если мы доберемся это конечно будет вау просто вау вот ребята наши спонтанности и авантюризма есть хорошие стороны мы нашли горячий источник это тебе не какой-то туристический тушь вон труба стоит его и жарю офигеть да пробуем вау она теплая тену горячие вау надо купаться но что ты скажешь я просто хотел сказать что можно просто ехать прямо по дороге можно чуть-чуть свернуть монумент национальный вулкан вулкан это был затухший но вместо этого мы будем наслаждаться нежить наши пуканы горячим источники посреди вообще поле ребят мы это сделали с денисом достигли самой западной точки слайны было полуостров самый западный Вот здесь на карте вы увидите, куда мы доехали. Путь долгий, но это того стоит. В Исландии, ты можешь получить все, что хочешь. Хочешь землю на землю, хочешь зелень на землю, хочешь горы на горы, хочешь горы с зеленью на зеленью, снегом, грязью, блеха-муха с рекой. Привет, передай нашим подписчикам. Нашим? Уже нашим? Привет. Ребят, ну я должен сказать, вообще, путешествовать, это, это просто... Чем мы занимались вообще? Мы, как дети, целый день карабкались, лазили куда-то в непонятные места, вообще запрещенные и так далее. Ну просто как дети себя вели, но знаете, когда ты вот поднимаешься на гору и видишь вот это... То ты понимаешь, что... Что лучшего ей не может быть. Теперь что добавить? О, камень. Я не знаю, где еще в мире можно такое увидеть. Какая-то порода, какая-то лавы. Тут все лава, все, что вокруг видно, это лава. Половина из этого обточена волнами, другая половина просто пористая. Я сейчас на... я прыгаю по лаве. Вот, смотри. Вот то, что в море попало, лава чистейшая. А это, скорее всего, то, что ветрами и... и другим... всем чем. Обмывалось, обделалось. Чтоб я без тебя делал, ты прям National Geographic. Эээ, хотите умереть красиво, приезжайте сюда. Мы как это... Инь-янь. Развинись, давай. Это танцорский влог, не забывайте, танцорский... Инь-янь. Вот она, участь молодого студента, врача, живущего в Англии. Я нашел 500 рублей. Вот он, побирается, ходит. Нашел в каком-то дерьме 500 крон. Сейчас идет споласкивать, сушить, и заработал, можно сказать, себе на чашечку кофе. Должен сказать, это самая дорогая страна, пока что, где я был. Короче, мы поспорили с моим братом. Если моя... мой YouTube-канал Visla Production наберет больше 5000 подписчиков до конца этого года, то я набью себе татушку на своей правой булке Visla Production и выставлю фотку в Instagram. Так что, если хотите увидеть мою... Давайте подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, показывайте бабушкам, делайте им аккаунты, пусть тоже подписываются. Все сделаем для того, чтобы у него на заднице красовался Visla Production. Потому что что? Потому что Visla Production там и должна находиться, да? Субтитры сделал DimaTorz傀the. Продолжение следует...